Мы ее начнем, на самом деле, очень необычным способом. Лично такого способа, я думаю, и не встречало, и очень хорошо. Когда речь идет о множестве зелени, этот способ можно постоянно будет применять. Смотрим, что делать. Даже не смачивая и не снабжая краской холст, наберем здесь всяких цветовых. Белильца, желтильца, голубильца. Это зеленый. То в пользу желтого, то в пользу голубого. Разные. То в пользу белил. Разные. Коричневый. Коричневый, голубой будет, чернялый. То есть у тебя разная темочка. Где-то даже рыженькие настроения. Ты начнешь вот так. Создавать рябь мостов лежачей кистью. Вот так бомбят. Ну, где чуть темнее, чуть темнее. Где чуть светлее, чуть светлее. Буквально создаем рябушку. Вот такой. Вот такой. То в один цвет вмазалось, то в другой. И бомбишь. Так, чтобы даже некая продресь между мазками в итоге сохранилась. Например. Вот в этом пространстве. Мы сейчас понабьем, понабьем листиков. Характер укладки ты видишь, да? Длину мазка. То есть постараться повторить этот характер. Что вот эта продресь между... Что? Чуть-чуть, да. Она будет как некий каркас. Посмотри, какая вкуснятина. Ты согласен? Чуть-чуть наметишь себе. Наметишь. Пока только наметишь. Идею стволиков. И тоже вот такими продресями. Вот такими. И продолжаешь бомбить, бомбить, бомбить. Заодно освоишь этот мазок и идею стайки. Ты видишь, я раздаю стайками. Я раздаю не вот так. А потом между ними. А бомблю стайками. Иду зигзагом. Смотри, иду зигзагом. Ты видишь, это зигзаг. Кроновидный зигзаг. Ну, естественно, здесь в высоту. Да, в высоту. Можно вот такими ударами по толсту. Буквально ударами. Вот такими. И тоже с продвисью. И сразу везде работаем. Везде-везде у тебя должно появиться начавчик содержания. Где-то темные, где-то светлые. Тупенькая задача. Но очень смышленная. На количество мазков. На праздник мазков. Сразу неправильно. Значит, не бьем. Это здесь мы бьем. Протягиваем. А здесь вот. Клювиком пальцев. Лежачая кисть. Набирается. Набирается. Лежачая кисть набирается. Угу. 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 Постарайся общий уклон поддерживать. Идею уклона. Идею вот этого уклончика. Поддерживать. Хорошо? Угу. То есть ритм. Ошибка в том, что ты вокруг деревьев стал рисовать. Что ты стал рисовать вот такими брикетиками. Нету. Нету. Ритма. Зигзагов. Посмотрите. Я сразу пошел зигзагом. Я пронзаю насквозь. Крона это вот такая. Угу. Зигзаг. Зигзаг. Зигзаг крона. Крона это не кругляшок. Нет. А ты практически кругляшком делаешь. Крона это вот так. Вот так. Это движение зигзагов. Мало того нет темного проявления. В данном случае не с цветами, а с тональностью. Здесь внятно темный. А вот этот цвет как не будет? Коричневый, синий. Коричневый, синий. А вот светло такой вот прозрачный. Зигзаг. Откуда я такой цвет беру? Я думаю, какой получается? Нет. Правильно. Я его сноситься не могу. Береза. Береза, белый лица, желтый лица. И жильц. Желтый лиц. Белый вкус новый. Вот он красавчик. Пробочный. Такой хороший. Свеженький главный. Ага. И слишком темно. Здесь то у тебя светло. А я его не молою. Подожди. Белило, желтило. Там нет такой темноты. Там скорее светлота. Тональное непопадание тоже произошло. Здесь то все светло. Перемалует на светлый. И ни в коем случае деревья не обходить. Я их наметил. Они и сквозь это видны. Они нужны не для того, чтобы их обходить. Это обычная ошибка детей. Что они рисуют палочку, а потом к палочке пристраивают листики. Вот. Не так это выглядит. Даже скорее наоборот выглядит. То есть листики, собираясь в крону, перебивают стволы. Чуть-чуть возвращай, периодически возвращай идею ствола. Да. Смотри, как место улучшивает. Давай так. Здесь больше битие. Битие. Вот такое. Прям лежачая кисть. Вот такой рыхловатый, достаточно густой мазок. Кто в пользу одного цвета, кто в пользу другого. Густовато. Хорошо? Давай так. Изобразие, да? Квадратно-гнездовой способ. Нет, 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 нет. Держать вот так и бить вот так, это упрощение. Клювиком пальцев с запятой, которую мы вначале разглядели и заценили, да? Вот с некоторой запятой. Не упрощай. Я понимаю, что как бы дорога предстоит дальняя, но у нас задача, чтобы она с каждым прикосновением становилась красивее, а не наоборот. Поэтому пусть лучше будет недостаточное количество мазков, потому что в принципе можно было бы обойтись только первой мерой мазков, то есть предыдущей мерой количеством мазков. И это тоже был бы уже рисунок, это тоже была бы уже красивая история. Но поскольку мы стремимся к этому, мы забьем все, но даже предыдущее количество мазков могло бы быть достаточно. Нам нет потребности забить все. Нам потребность есть на каждом этапе сделать красиво. То есть на каждом этапе раздача твоих мазков должна приносить улучшение, увкуснение, а не просто затоптать вот такими. Угу. 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 Еще один момент. Есть опасность, что ты готова перейти на закрашивание светлых мест. Да. Не надо этого делать. Бомбишь крону. У тебя задача естественно стихийной укладки. А ты начала замазывать. Я заметил только что это. Угу. Это будет не объем, это будет воздух в картине. А если ты все затычешь, уже просто будет пластилин краски. Но это тоже будет красиво, как и там. Но если удастся еще и воздух сохранить, то будет круче. Смотри еще. Ты пошла больше вдавливать в мазок. Чирк. Сохраняй и дели чирка. Чирка. Смотри, я все-таки держу руку так. Не закрашивай и не делай мазочки. Чирк, 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 чирк. И стихия укладки. Стихия. Я старалась. Ну ты же деревья совсем не восстанавливаешь. Так все-таки деревья здесь держат рисунок. Вот убрать деревья будет то же самое. Только у тебя еще не хватает мазков. Там хватает, а тебе еще не хватает. Еще и китак. Да. Значит есть некоторое... Это знаете мне деревья, уважаемые люди. Ладно. Давай я попробую. Давай подмочим. Давай подмочим. Я так старалась. Ты прям перемалываю краску, которая там. Добавляешь? Нет. Ну вот смотри и поверну. Это так красиво, так красиво, так красиво правило. где-то он сейчас розовый, потом перетопчем грязной, я просто делаю грубый набор ну разваливается кара, пожалуйста, это трудно, смотри, взяла рогателю нагнетает, причем, ты видишь, густая краска тут же размазываясь, создает эффект коры причем очень симпатичный, где-то голубиночку подсунула серебристость теневой ну, самое вкусное дала мне сделать, молодая ну, Вик, делай? что, да? хорошо так что со мной делается? а у меня как колымага стоит так ну, к сожалению, ты ствол березы сильно расширил это к большому сожалению это к большому сожалению а убрать нельзя, да? можно, только надо опять бомбить бомбить, бомбить, бомбить что есть нужно вообще, конечно, лучше чуть-чуть позабить я поняла потом берем плосковатую кисть плосковатую вот я даже край плоский то есть нашу некоторую очерченность дополним вот такого рода то есть тоже мазочечки вот такого то есть тоже мазочечки с обратной стороны но я надеялся, что ты хотя бы толщину правильную дашь смотри, а ты и толщину то не дала потом все хочется большую тенистости и все как бы по вот этой траектории штрих, смотри, смотрит явно по траектории цилиндров потом плюс еще и лежачей кистью плюс еще и темнотики березовые потом еще к этому легкие намерки на рисунок в высоту прикольно, да? вполне березовая значит упаковываешь это в крайнем случае можешь не утончать а просто сделать вот эти вот штуки а потом из-под теневых из-под теневых светло это прикольно из-под теневых очень вызовно звучит конечно уже нас сковывают эти веточки поэтому если что бьем насквозь бьем насквозь а потом возвращаем веточку веточку а можно ее поглянуть сквозь и вы возвратите веточку опять жирные будут тоже цельный кусок светлого цельный до сих пор одна сплошная река теперь появляются цельные проявления так чем точнее мы были бы тонально и в цвете когда раздавали эти мелочи тем конечно легче было бы но тем не менее можно вполне перебивать и ты видишь даже красивая кашистость складывается правда в этих местах а оставшиеся звуки белого в унисон этому свету есть такое? да то есть появляются у тебя цельные места это же уже цельное место да? кашистое цельное получается практически как будто как будто обобщиться будет достаточно никакой кусок из-под теневой свет должно стать нашим любимым развлечением и теневая усилиться усилить ее прямо и свет усилить сразу эффект эффект пространства воздуха эффект воздуха эффект пространства здесь допустим у нас зелененький травочка зелененькая мы нарочито сейчас вот здесь создадим эффект контраста светового то есть свет на на дереве розов а соседние травки зеленые более внятно появился контраст да? а контраст сразу выявил опять же вот допустим нам предстоит общение одного пятна с другим это не значит что мы должны сисюкаться с этим краем не сисюкаемся если надо пробиваем его а потом восстанавливаем легким движением руки так и так постепенно начинаем вытягивать создаем к шестые места там к шестые а наверху просто их светлость цельные куски неба лапы в шестой мы произошли причем мглистые даже различимы мегастоники С этими контрастами начинаешь работать, с теневыми, со светом из-под теневых, с цилиндрами стволов березы. Кстати, вот теневые, темные места, вот здесь, глуховатые места, тоже чуть-чуть, чуть-чуть доглушишь. Но ты видишь, я все-таки не делаю совсем глухое пятно, то есть оно все-таки несколько прозрачное. То есть не забиваю без ума, оставляю некий воздух, вот этих видений холста. Холст чуть-чуть виднее. Любой участок зелени можно превратить в картину, если правильно к этому подходить. Любая розоватая, коричневатая, смотри, и тоже вот какими-то кронами. Кромами. Кромами. Уже вверх пошел. Ну там есть и такие движения. Можно чуть-чуть мутнее. Смотри, смотри, смотри. Не мутно. Чуть мутно. А еще краски выкладываем на то, где-то помой. Чуть-чуть, чуть-чуть. Обобщая лежачий кистью, лежачий кистью, обобщая чуть-чуть. Вот в таких местах можно положить мастихином. Хорошо? Ха-а-а. Здорово. Вот такой уже наш акцент на удар. А фребку вытирать? А я уже его размажу сейчас. Смотри, смотри. Ты здесь тянула, взяла теневое и понесла сюда. И уже у тебя вместо белого становится не белым. И розового. Смотри, какой он аж фиолетово-розовый кусок. А у тебя никак не розовый? Здесь тоже, может, не хватает этих рыжунек. Смотри, смотри. Рыжунек не хватает, чтобы он отличился от окружающих. Не хватает. Рыжунек еще чуть-чуть. Пойдем. Рыжунек. 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 Теневой. Вот ты ее тему так и не услышала. Я веду теневую, надо осветить. Правильно? Да. Я в следующий раз осветлю языки. Получу и дом недельку. Ха-ха-ха. Здесь подсунок он там есть. Сейчас, сейчас, смотри. Кое-где по подсунку. И воздух, да, сразу появился? От того, что именно из-под деневой. Воздух, воздух. И ты как-то почему-то вообще не рисуешь дерево, так как будто оно тебя вообще не интересует. Чего? Я так думаю, что у нас будет больше, чем меня. Сегодня деревья. Дерево еще не рисовало. Нам придется переоден cara, чтобы не特е неизвестно с essentially. Но я уже не могу. Потому что, как в этом дыраке, здесь, я не буду. Возвращение деревьев, которые тебе прошу. Я уже перейти. Я перейти. Я уверена, что он перейти. Но я иди, не буду. Я уже не буду. Как еду. Я так у меня и не дыраке. Я не буду. Я буду посмотреть. Спасибо за просмотр! Красно-синий-коричневый. Смотри, мы же видюшки краски не убираем, да? Ну да, хорошенький объемчик. Не надо гладко, да? Нет, но эту картину гладко точно не надо. Мы пишем и гладкие картины, и очень гладко. Очень гладко. Мне муж ругает. Класс, класс, класс. Хорошо, что я про картонку вспомнил. Вовремя. Я тоже не всегда вспомню эти трюки. Там, как я вижу. Молодец. Там. 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 Сучок Сучок Когда у вас занятие? Каждую субботу-воскресенье плюс частенько и пятница Скоро пойду в Крым Да? Классно Привет! Переливай Крыму Смотри, я ухожу от такого слишком ровного сгущения ветки Уже они как будто их под линейку прорисовали А они все немножечко хоря жесты Ладно? Ладно Каждый раз вытираем Запускаем в горизонталь В горизонталь Оттуда И к свету И к свету Появляется Чуть линейный рисунок Линейный И все вместе Слепливает Слепливает Линейный Линейный И они уже И свет, и тень Они уже Ощущение Ощущение Круглости Ну и продолжит Слепливает Слепливает Этот ритм Слепливает 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 Намеком На человека Вот здесь Это выгодно Слепливает Ну через 2-20 Может у меня так получится Ваши